Солдат 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 А за три дня до сборов мне командир бригады объявляют выговор. А я командир автороты. Короче, в задницу моему УАЗику с моей роты въехал в какое-то такси. А тебе выговор за что? Для того, чтобы было допущено ДТП. Вот хочешь не хочешь, вот такая военная система. ДТП есть, еще не было разбора, еще не было никаких протоколов. Ну что, в машину военную въехали, бампер помяли, командир автор, ты виноват. На тебе выговор. А еще комбрик был такой импульсивный. Что, в нашу машину въехали? Почему не наша машина в кого-то въехала? Вот тебе с другим выговором. Я в расстройстве. Я знаю что. Ну, выговор для офицера что это? Замедление в росте? Ну да. Потому что ты ждешь следующую должность, замедляешься. Это лишение там какой-то премии, там 13 зарплаты, еще чего-то. Ну, как бы в напряжении. Приезжает Андрюха, друг мой. Сидим мы целый день на этих сборах, слушаем эти скучные лекции, нам читают их эти седые полковники. Вечером я говорю, пошли в ресторан. Ну и пошли мы в ресторан. А жил я прямо вот через забор с бригадой. Прямо квартира у меня была. И получается через дорогу с рестораном. Хорошие. Короче, мы так там хорошо дали, как переходили в проспект Гагарина, не помню. Помню, что пришли во двор моего дома, через забор с военным городком, а там детские грибочки стоят. То есть он сказал, поехали. И махнул руку. А там вот детские грибочки вот эти стоят, эти песочницы какие-то. Потом в скверу, где детские грибочки, потом, не помню, дошел до точки. Андрюха очень хорошо поет. Голос, ну это примерно, ну, минимум, Кобзон. А так, наверное, Георг Отц. Оперный такой. Но песня единственная, которую он знает, это «Ты не веся, черный ворон». Знает всего одну песню. Время – час ночи. Он садится в детскую песочницу и начинает орать песню. «Ты не веся, черный ворон». И так полтора часа. «Да, с какого градуса?» «Восемьдесят девяносто второй». «Девяносто второй». «Да, нет, нет, даже разлагаясь». «Да, в час ночи. Я проникся». «Открываются все балконы. Лето. Открываются все балконы, все окна. А дом военный, ну, заселенный военными, а военные имеют, чтобы увольняться, да, типа военного городка, все бывшие служащие, ну, пенсионеры этой же части. Ну, им лет по триста уже. Они спать хотят. У кого гипертония, у кого маразм, там, у кого склероз. Вышли. Молодые люди, хватит песни петь, хорошие. Ну, короче, они нас часок до трех нам рассказывали, как не надо петь песни. Мы пришли, легли спать у меня дома. В девять утра, как положено. На сборах, на занятиях, задумчивым видом. Да, все, голову поправили, там, это самое. Где-то какого-то похмела. Садимся в класс в этот. Заходит начальник политоотдела. Глоченька, Доля, встать в кабинет комбрига. Выходим. А заходим так, вот так, плечами оперлись друг на друга. Тело одно, а не четыре. И стоим, сидит комбриг, начальник политоотдела и начальник штаба. Сидит комбриг. Ну вы, идиоты, вы что вчера нажали? Я стою. С горя? С какого горя? Вы мне позавчера выговор объявили. А замполит думает, он самый умный, да? А кто же с горя песни поет? И тут Андрюха так стоит на меня, оперся и говорит. И кает. Товарищи полковники, а мы грустные песни пели. И чем закончилось? А, комбриг оказался с самым большим чувством мира. Вон отсюда идиоты, ушли на занятия. Вот так, подписывайтесь, будет весело. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...